Девочки, привет! Сегодняшняя тема расклада. Скучает ли? Давно не спрашивали, скучает ли. Вероятно, будем просматривать на мужчин, с которым находимся в разлуке. И неважно, какая это разлука. Возможно, у вас пауза в отношениях, возможно, человек в другой город уехал. Возможно, это недавнее знакомство, и вы не знаете, как он к вам относится. Вот как раз накупковость мы наших мужчин проверим, будем смотреть. Может быть, есть какие-то мысли, может быть, есть какие-то чувства, может, действительно скучает. Вот мы сейчас в голову залезем. По многочисленным просьбам я решила сделать открытый расклад, так, чтобы вы сами могли выбрать своих королей. Потому что просите меня не закрывать их, но, вероятно, как-то вы ориентируетесь. Кратко напомню, по количеству вариантов 4, и, соответственно, 4 короля. Использую я портретную колоду, которая называется «Торос критериальности». Тоже попросили озвучивать колоды. Эту колоду я уже говорила, что рекомендую, даже если вы начинающий, хотя обычно портретные колоды начинающим не рекомендуют. Но, знаете, ее можно прям даже как медитацию использовать. У нее очень красивые, яркие образы, очень интересная история создания. Если интересно, там мои книги буду рассказывать. Я очень много знаю про колоды. Так вот, что касается 4 королей. Здесь вот у нас изображены как раз кельтские короли. Это такие кельтские, такие, вы знаете, кто-то бог, кто-то действительно у нас король. Но вы сами выбирайте своего мужчину. Вот, так вот, смотрите, первый король, это король чаш. Король чаш, если в прямом положении, но мы всех в прямом, да, используем, достаточно неплохой персонаж. Почему? Потому что он чувствительный, он эмоциональный, да. Этот мужчина способен на различные романтические проявления. Этот мужчина, если у него, ну, нет каких-то сильных травмирующих ситуаций в жизни, да, он достаточно открыто проявляет свои эмоции и чувства. Творческие, может быть, да. У него могут быть, знаете, такие нестандартные свидания или нестандартные способы ухаживания, конечно, в упор, ну, в романтику, да. Но что касается, допустим, каких-то ситуаций, которые критичные, да, и требуют принятия решения, ваш король чаш, особенно если он по знаку зодиака, водный знак, как правило, улепетывает на дно, да, раки, рыбы, вот эти вот все ребята. Это, что касается принятия решения, они их вообще очень не любят, да, и поэтому бывает, что затягивают отношения, знаете, на определенном уровне, когда они не хотят принимать решения, да, но мы уже умные, мы понимаем, почему так происходит. Это первый вариант. Второй вариант. Ну, смотрите, вы можете просматривать женатого мужчину, потому что, как таковой, король Пентакли — это мужчина, который уже определился, да, мужчина, который уже выбрал женщину для жизни, мужчина, который уже понимает свое денежное предназначение, возможно, да, который померил материально и духовно, в принципе, достаточно такой человек, он, в принципе, и в возрасте может быть. Самое главное, что, как я люблю говорить, эти люди камень за пазухой не держат, у них что на уме, то на языке, у них достаточно, знаете, вот, как говорят, одноклеточные, но не потому, что он тупенький, да, а именно потому, что там широкого спектра эмоций нет. Вот они достаточно простые, да, хочу, значит, скажу о том, что хочу. Люблю, ну, вот как-то мне здесь сложно эмоции управлять, но если люблю, скажу, да, то есть на намеки различные всяко-разные, он не реагирует, он их не понимает, понимаете, поэтому надо в лоб вообще говорить, что-то хотите, нужно в лоб. Ну, такие вот нюансы. Ну, чаще всего вы как раз просматриваете, если ваш мужчина, да, на который вы хотите просмотреть, не свободен, это король Пентакли. Что касается следующего экземпляра, экземпляр, безусловно, интересный, скорее всего, харизматичный, и вот таких мужчин, их еще называют сапиосексуал. Что это такое? Это когда для мужчины первичен интеллект, да, помните, как анекдот про интеллект? Так вот, вот эти мужчины, чем они опасны? Они опасны тем, что могут, например, годами выстраивать различные многоходовочки, при этом не действовать, да, потому что в голове он себя уже все планы построил, он уже буквально, допустим, как это сказать, женился на вас, да, в голове, женился, собственно, в голове, а в действии это вообще не происходит, он же не жезловый, вот, ему как нужно 10 раз подумать, он свои вот эти интриги, паутины плетет, непонятно на что убежается. В принципе, вот король чаш в перевернутом положении очень похож на короля мечей, да, как-то вот он эмоции закрывает, и получается вот у нас такой персонаж. А вот четвертый товарищ, ну, знаете, в чем самая основная опасность? Основная опасность в том, что это любитель женщин, безусловно, понимаете, ему свой дымящийся жезл, знаете, вот очень важно пристроить. И при этом этот человек эгоцентричен, есть такая, знаете, типология, сейчас сильно не буду в психологию углубляться, в общем, есть такое понятие, как астероид, да, демонстративный тип личности, это люди, которые любят селфи, они там свои бицепсы фотографируют. Этот человек действительно может быть целеустремлен, например, если ему нужно построить тело, там, внешность как-то так, и, конечно же, он потом этой всей внешностью и телом будет все эти дырки своей сферы жизни затыкать, да, в том плане, что он будет активно очень демонстрировать свои достижения, он, знаете, такой, пришел, увидел, победил. Что касается женщины, она у него трофеи, да. А самый большой минус, с такими мужчинами очень сложно в союзе быть. Если с ним жезловая дама рядом, то это просто, конечно, Содом и Гамора в том плане, что они же оба яркие, оба эгоцентричны, и, понимаете, каждый, получается, превращается в большого ребенка, да, занимается самолюбованием, по сути, и каждому не хватает внимания. Поэтому, конечно, жезловому королю нужна, безусловно, дама поспокойнее, пентакливая, чтобы уравновешивать все эти истории, потому что иногда эти мужчины вообще к жизни абсолютно не приспособлены. То есть в материю они уходят, ну, если разочаровались в своем поверхностном образе жизни, например, да, вот, в кубки они, собственно, уходят, если не влюбляются, и при этом женщина абсолютно не похожа на тех, ну, кто ему на жизненном пути попадается, да, потому что, как правило, таким мужчинам попадаются женщины, которые достаточно быстро входят с ним в романтическую постельную близость, да, как бы и прочие такие вот отношения, которые завязываются у нас непосредственно вот на этом, да, на всем, на ярких эмоциях, я бы так хотела сказать. Вот. И еще о чем хотела сказать, я понимаю, что это такое долгое предисловие, но мне нужно было вам объяснить, чем отличается короли, да, и какого короля выбрать. Вот. Так вот, не думайте, пожалуйста, что один мужчина, да, на протяжении всей жизни может находиться в одной масти. Нет, конечно, что-то вообще все зависит от ситуации, да, от его, не знаю, поведения, от того, как звезды сложились, да, от его как раз трансформации, потому что когда мы видим в раскладах большое количество старших арканов, мы понимаем, что либо вас, либо, соответственно, человека трансформация. Если он трансформируется, то есть он, понятно, что он идет выше по масти, да, и иногда понятно, в какую масти ему нужно выйти, да, чего ему в жизни не хватает. Такие, знаете, зависимые сценарии. Я, кстати, делала расклад для дам, называется, вот, зависимый сценарий отношений или деструктивный, по-моему, да, вот там можно, кстати, просмотреть, как вы входите в отношения, особенности не получаются. Если наберу достаточное количество лайков, то сделаю такой же расклад для мужчин, чтобы вы понимали, как ваши мужчины входят в отношения. Так, длительно я с вами общалась, но мы начинаем, да, начинаем просмотр первого варианта. Так, напоминаю вам, что в закрепленном комментарии под видео у нас с вами проставлен тайм-код. Напоминаю, что просматриваем тему скучает ли, да, скучает ли мужчина. Давайте так мы сделаем и посмотрим, что у него в голове, что у него в подсознании, соответственно, что у него в чувствах по отношению к вам, да, и тогда у нас уже картина складывается. Что в голове у мужчины? Знаете, есть какая-то встреча, которая пока, знаете, трудно реализуемая, да, я бы так хотела сказать. Возможно, мужчина хотел бы тайных отношений, но по какой-то причине не получается. Возможно, встреча не получается сама по себе, да, может быть, он, конечно, хочет, нет, он не хочет отказаться, безусловно, потому что по отношению к вам он вас видит именно в формате женщины-любовницы. Это не женщина для жизни, сразу хочу сказать, это не жена, это не серьезные отношения, это женщина, которая, знаете, такая, ну, а она самодостаточна, но в том плане, что мужчина здесь четко понимает, что вас нужно либо содержать, либо как-то вас очень приятно удивлять, потому что вы ко многому-то привыкли. Вот самое интересное, что по вот этой позиции он вас считает неким наказанием, да, может быть, проверкой, да, проверкой на некую его эмоциональную сторону, который, в принципе, он же король чаш, но тут вот ощущение, что ему очень несложно проявлять свои эмоции, видите, у нас, получается, король мечей переворачивается, поэтому вполне вероятно, что вы сейчас выбираете короля чаш, а мужчина на самом деле вообще не король чаш. Это вот может он по отношению к вам, понимаете, так проявляется, если вы решили, что он эмоционально чувствительный, потому что он мне выходит как перевернутый король мечей, что это не свойственно ему считаться. Ну, мы сейчас посмотрим, давайте дальше, что у нас тут по королю чаш. Хотя, знаете, если выбирали по знаку зодиака, водный, прям конкретно, значит, король чаш. Просто какие-то эмоции ему не свойственно проявлять. Мы сейчас посмотрим, какие. Слушайте, так интересно, потому что не свойственно так ему как раз любовные эмоции проявлять. Восьмерка чаш здесь переворачивается, да, и при этом у человека, знаете, вот такое вот очень странное ощущение внутри себя, да, в своей голове, потому что с одной стороны у него заканчивается период, но вы знаете, когда пятерка пентакли в прямом положении, это вот разочарование, да, это скорбь, то есть какие-то нереализуемые тут истории, разорения и прочее, прочее, очень негативные аспекты. Но у нас перевернута, но и восьмерка чаш перевернута. Вот тут вот такая вот история, сейчас я, конечно, ее попытаюсь вот здесь подтвердить, потому что мне хочется понять, в какое состояние человек выходит, потому что достаточно мощно это его трансформирует по страшному суду, да, и он действительно считает вас наказанием, вероятно, потому что, конечно, у него эмоции смешанные по отношению к вам. Тут же еще такая история может быть, что он действительно думает, что в материальном аспекте как-то вас не тянет, но вроде как Пентакли переворачивается. Вот тут, кстати, да, здесь конфликты могут быть действительно из-за денег, например, далее он как-то себя не проявляет, именно потому что еще недостаточно заработал, но как-то так, слушайте, по крайней мере здесь мужчина задумывается о том, что нужно здесь напрягаться ради вас и внутренние конфликты как раз связаны именно с этим, если, конечно, вот вы себя видите такой женщиной. в чувствах давайте посмотрим, чтобы я уже могла точно сказать, скучает или нет. Но смотрите, в чувствах мужчина думает, что вы флиртуете, во-первых, не только с ним, что вы вполне можете искать более удобный вариант, он безусловно в себе не уверен, он где в себе не уверен и считает, что он просто персонаж какой-то вашей игры. Но чувства есть, конечно, безусловно, видите, как у нас в синхроне идет, как бы король чаш, и сейчас-то в принципе он как король чаш показывает себя, но здесь именно момент есть неуверенности, потому что он думает, что он вам не нужен. Думает, что не нужен, вы сосредоточены абсолютно на себе, он считает, что это неправильно, потому что у нас эта карта иллюзии переворачивается, но в любом случае вот это имеет место быть, он считает, что неправильно. Возможно, вы женщина, которая принадлежит другому мужчине, не потому что здесь у нас перевернутый иерофан, либо, соответственно, этот мужчина, который принадлежит другой женщине, потому что вы это просматриваетесь именно как любовница, но я пока дополнительных людей в поле не вижу, ни в мыслях, ни в чувствах, меня это радует пока. И в любом случае по поводу того, что скучает или нет, безусловно, потому что как раз вы вот та женщина, которая, знаете, вызывает некое смятение в его душе, и он абсолютно не знает и не понимает, как поступить. Потому что встреча, безусловно, хочет, да, если у нас здесь десятка мечей, как раз говорит о легкости, да, и когда люди действительно выбирают такой образ жизни, когда пришел, тогда и вовремя, да, гостевой брак, там, возможно, или просто разовые свидания здесь по десятке мечей, то есть здесь Карсон улетел, но обещал вернуться. Но поскольку вот эта позиция переворачивается, мы здесь, опять же, можем говорить о том, что у человека здесь действительно есть некое смятение, потому что не получается. Кстати, не получается за вами подслеживать, сейчас объясню, почему. У меня сейчас упала карта, я вам ее покажу. У меня упала карта, которая называется шестерка воды, она же кубков, да, в прямой позиции, но хорошо, ладно, я переверну, чтобы было честно все. Она означает, что в любом случае есть некий, знаете, либо элементы флирта, либо элементы подглядывания, да, но здесь вот оба человека не контролируют ситуацию, потому что в классической трактовке Монара, да, здесь на самом деле девушка не понимает, что за животное перед ней. И тут, вероятно, тоже такая история, что вы немножко друг в друге запутались, да, вы немножко, может быть, наделили друг друга какими-то качествами, которыми не обладаете, или идеализируете чуть-чуть, но сейчас я дальше посмотрю. Потому что это в любом случае парная игра, да, я здесь могу сказать, что я просматриваю пару, но я не уверена, что эта пара именно в официальных отношениях, да, что мужчина там куда-то уехал и так далее, потому что здесь, потому что здесь все-таки, наверное, эта история, которая больше связана с несвободными отношениями, потому что, ну, вот эта позиция, она как раз и говорит о ревности, например, да, о том, что женщина где-то может посмотреть на другого мужчину, так что вот тут вот ваша история, да, скорее всего, что этот мужчина, конечно же, не ваш. Давайте я все-таки хочу на вот этой колоде посмотреть, ну, что-то вроде перспектив союза на ближайшее время, потому что Монаран, знаете, такая специфическая колода, которая эмоционально-чувствительная близость там показывает иллюзии и прочее, прочее, а вот что конкретно четко у человека в голове, вот я сейчас здесь спрошу у наших кельтских, а он, знаете, как он в работе, безусловно, да, но мы сейчас посмотрим, работает над отношениями, или он просто работает, но тут, конечно, человек работает на счастливым шансов по отношению к вам, да, но здесь очень важно, потому что здесь вот верховная жрица, это может быть, знаете, и как тайная женщина, да, и, соответственно, как вот ситуация, которая не может пока обладать каким-то продолжением, понимаете, потому что здесь вот человек действительно работает во благо этого союза, ведь денег ему прям существенно, видимо, не хватает, у нас и Паш Пентакли, потому что он у нас пока еще как король Пентакли не реализовывается, он вот в этом состоянии, вот здесь вот пятерка Пентакли, что-то у него не получается, соответственно, и он понимает, что вот сейчас вот эту восьмерку чашу никоим образом не может реализовать по отношению к вам, в принципе, достаточно благоприятный расклад. Здесь человек действительно работает над тем, чтобы выстроить плотный материальный базис. единственное, что смущает, скорее всего, что вы люди несвободные, либо оба, либо кто-то из вас. Так, единички, вот такой вот у нас приятный достаточно, я рада, что приятный достаточно, король чаш. Камни за пазухой сильно не держит, но вот нужно просто разобраться с этими отношениями, потому что денег ему катастрофически на вас как-то не хватает. Вот такая вот первая позиция, пишите в комментариях, или, например, у нас сейчас появилась вкладка сообщества, там мы тоже можем с вами общаться, я на какие-то вопросы отвечаю, вам задаю, так что у нас уже такой женский клуб образовался. В общем, можно встретиться там. Первый вариант, это была ваша позиция, а мы переходим плавно ко второму варианту. Двоечки. Напоминаю, что король Пентакли, это мужчина в возрасте, это мужчина в ту году, но этот мужчина, который, скорее всего, определился со своими деньгами, возможно, он даже где-то жадноват, но понимаете, это у него природа такая, потому что ему на самом деле деньги изначально, особенно когда молодой, даются не просто, и поэтому он может в таком, знаете, зрелом возрасте, ну зрелый, наверное, это уже, во-первых, это женатый человек, но это, наверное, а 27, я бы так хотела сказать, 25 совсем незрелый, здесь уже может прослеживаться король Пентакли, но при условии, что он уже реализовался, хотя считается вообще, что до 30 мужчин еще мальчик, у всех по-разному, в общем, такая история с королем Пентакли, или вы просто просматриваете на женатого человека. Напомню, что мы смотрим, как он к вам относится, и смотрим чувства, как относится, я имею в виду, что изначально мы смотрим, что в мыслях, что в голове человека по отношению к вам, в подсознании, что он оживет, но в подсознании пока все хорошо, вот первая карта, в принципе, наверное, можно завершать расклад, потому что достаточно благоприятная, это прямая позиция старшего аркана, который называется мир, что означает мир, мир означает поездку, мир может означать, например, скорую встречу, мир может означать переход на новый уровень, знаете, когда идет завершение одной масти, и чтобы человек уже как-то в другую перешел, но это так, все больше метафизика, конечно, почему для вас хорошо, потому что, скорее всего, человек начинает вам доверять, видите, слуга земли переворачивается, и также мы можем сказать, что на самом деле это ваш король Пентакли, он очень мнительный, очень недоверчивый, понимаете, потому что, скорее всего, человек сталкивался уже либо с предательствами, либо с обманом, и он, конечно, очень тяжело идет на контакт, он очень сложно пускает в свою душу, но опять хочу сказать, что как-то вы его расположили к себе, потому что он перестал за вами как-то подглядывать и подсматривать, анализировать, может там что-то, знаете, информацию собирать, это, конечно, плюс, давайте смотреть, что дальше, что еще в голове у этого человека по отношению к вам, ну, я думаю, что по слуге воздуха перевернутому понятно, да, что легко с вами не будет никоим образом, с одной стороны, конечно, паж мечей, но именно в этой интерпретации слуга воздуха переворачивается, и вот так вот мы как бы можем понимать, что нелегко, да, с чем связано, почему нелегко, а потому что все-таки, видимо, у человека, знаете, у него противоречия внутренние, потому что либо семья еще здесь есть, и за вами действительно как-то могут подглядывать и подсматривать по этому у вас тайные встречи, а здесь же еще такая история может быть, что он как раз мечется внутри себя, доверяясь вам или не доверяясь, да, то есть с одной стороны он понимает, что нужно как-то вам больше доверять, а с другой стороны не может, тоже такое может быть, ведь и нелегко получается, либо, конечно, разрывается между разными типами отношений, да, если у него семья есть, вот там где-то могут подслеживать и подглядывать за ним, то есть получается, знаете, как еще бывает, что одну женщину посадил под замок в клетку, а с другой наслаждается жизнью. Ну, вы сами смотрите, как ваши ситуации, потому что я же просматриваю сразу несколько и читаю абсолютно для разных людей, и хорошо, что если у вас там 100% совпадает, да, эта история. Вот, что еще могу сказать по причинам, может быть, ну, того, что в голове сейчас происходит. на самом деле у человека тоже важный период, важный период, потому что сейчас происходит, знаете, некое разрушение иллюзий, вот, разрушение иллюзий с чем связано, а как раз разрушение иллюзий связано с вот этими тайными отношениями, либо как-то, сейчас я вот здесь посмотрю, что ожидает дальше с тайными отношениями, хочет он их закрывать или продолжать, с чем связано это. А тут, знаете, какая история, если он, конечно, семейный, а тут процентов 90 будут просматриваться семейные люди, либо вы на мужа как-то смотрите, знаете, сейчас вы там в разлуке, например, с ним, да, или пауза какая-то, здесь падает перевернутая семья, и тут, понимаете, человек о чем думает, он думает о том, что все вот эти тайные отношения, они как раз и приводят к краху семьи, да, или что семья у меня уже разрушена, что я могу себе там позволить тайные отношения, которые, в принципе, я не приветствую. Да, здесь вполне может быть такая история, знаете, что разрушенные, разрушенные эмоции какие-то, да, потому что рыцарь чаш переворачивается, у нас кубковая история, в принципе, здесь-то еще даже и незрелые-то эти были либо отношения, либо эмоции, но они переворачиваются, понимаете, сами по себе, это может какие-то скандалы означать, но просто я сейчас пытаюсь увидеть, конечно, дополнительную женщину, но пока не вижу, ну, то есть в мыслях там, конечно, вот что-то у него тут есть, происходит, и он там задумывается, я хочу чувства посмотреть, чувства меня пока смущают, потому что с одной стороны вроде и хорошо, и там и поездка, и желание, да, там перейти на новый уровень, а с другой стороны вот эти сомнения, вот к чему эти сомнения приводят, почему он сомневается, давайте смотреть, даже прям вопрос умысленно задавать, а в чувства-то в принципе все достаточно неплохо по отношению к вам, потому что здесь у кого-то даже будет проигрываться желание семьи, но именно семьи с детьми, вот прям из поля мне идет информация, что кто-то прям ребенка хочет, как еще может проигрываться, это может просто проигрываться как восхищение женщиной, да, как теплая женская энергия, как знаете, эмоциональный такой некий подъем, поэтому как-то я здесь могу сказать, что скорее всего к одной женщине охлаждение, а к другой женщине конечно же эмоциональный подъем идет, а тут вот интересно, потому что здесь как будто, знаете, идет с одной стороны воодушевление, и вдохновение и прочее, прочее, эта женщина прекрасна, я хочу греться в ее энергии, я хочу там продолжение с ней каких-то поездок, вот, но я понимаю, что вот эти вот отношения нужно все закрыть, чертовая матери, потому что это все разрушает мою семью, и вот здесь вот мужчина действительно борется со своими чувствами, потому что у него королева кубков переворачивается, вот, и он сам на самом деле не знает, не понимает, что делать, и начинает, конечно, себя накручивать в том плане, что он там сильно не нужен в этих отношениях, да, что здесь женщина сама себе приятная, а поскольку он начинает свои эти эмоции закрывать, ну, по отношению к вам, да, как это может проигрываться? Это может проигрываться, что мужчина действительно как-то начинает прям холодно себе вести, либо как-то вас обесценивать, да, потому что ему очень важно закрыть эту историю, особенно, если вы как раз вторая женщина, да, неофициальная. А в чувствах очень такая прям интересная история, как будто вот вы друг от друга уходите и закрываетесь, потому что, скорее всего, трудно реализуемые отношения, вот она вы, получается, что кубковая дама, да, и он не хочет, ну, в общем, как-то признаваться и себе в чувствах, да, и начинает там чуть-чуть себя накручивать, вайс обесценивать, при этом собственные чувства закрывает. Вот она, кстати, опять же, пара, да, пара, которая переворачивается, которая не идет в это прекрасное состояние, там, любви, эмоции, все, что вы там хотели. И это у него все внутри происходит, это в чувствах. В чувствах, понимаете, что мужчина говорит, что я больше не хочу себя наказывать и насиловать, вот самое главное, да, что я прекрасно понимаю, что мне эта женщина дает намного больше, чем может быть официальная, да, тоже, кстати, еще как может быть, но правда, это король Пентакли, где же не обязательно жена может быть, где же еще мать, потому что это, безусловно, властная женщина, женщина, которая подслеживает, а семья у нас же не всегда означает, да, там, вторую женщину, просто означает женщину, которая имеет влияние, может быть, мать, вполне, конечно, но вот как будто он закрывает для себя возможности быть с вами, потому что очень много но различных, с чем связано, сейчас, конечно, посмотрю родовую ветку, но не обещаю, у меня просто что-то, родовые истории, еще не очень проигрываются, знаете, здесь мужчина действительно хочет выйти из отношений, либо полностью все переиграть, потому что по шуту это идет обнуление, вот полное, видите, как у нас интересно происходит, он закрывает вот эту ситуацию, да, в голове, то есть, его же как раз выводят в состояние, да, 21 аркан, и все заново, а что заново-то, в какую мазь-то вообще, а тут еще, знаете, все-таки работа над собой, это продолжается, потому что что-то он себе это не отработал, что не отработался, с чем связано, с чем связан урок, с женой или с матерью, видите, незакрытая история какая-то идет, потому что здесь может быть и жена, может быть и мать, королева Пентакли, поэтому, с вами-то не получается, там вот какая-то история с женщиной не закрытой абсолютно, поэтому не выводит-то его на следующий уровень, вот меня вот так вот смущает позиция, смотрите, король Пентакли, королева Пентакли, и туз Пентакли перевернутый, это в любом случае какая-то разрушенная семья, а что там за разрушенная семья, вам, конечно, виднее, ну вот такая история, наверное, я больше не буду пытаться вас чем-то обравдывать, потому что сейчас эта история еще, знаете, до конца не вызрела, скучает ли, скучает, но не хочет себе безусловно в этом признаваться, потому что он закрывает для себя эту историю, то есть, если он вдруг у вас исчез по какой-то причине, ну, потому что он пытается наладить там отношения, чтобы вы себя не тешили различными иллюзиями, именно таким образом. Второй вариант, расскажите, как проигрывается, очень интересно ваш такой вероломный король Пентакли, ну, может, не вероломный, но две женщины, хочется понять, да, что же там такое у нас происходит, расскажите, как проигрывается, очень интересно. А мы переходим к третьему варианту. За третьим вариантом у нас спрятался король мечей, король мечей, кто такие? Продуманные очень люди, люди, которые могут жить в иллюзиях, люди, которые многоходовочки, что тут у нас многоходовочки различные придумывают, да, люди, которые могут ради выгоды общаться с женщинами, это прямо сейчас из поля шло для кого-то, потому что я перевернутую Пентаклевую масть вытащила, так что, знаете, для кого-то это, конечно, мужчина может проиграться, к сожалению, даже как Альфонс, не у всех, безусловно, не у всех, но худшее проявление, знаете, когда король мечей переворачивается, вот такая история у нас. Мы посмотрим, что у него в голове по отношению к вам, ну и, собственно, в чувствах, в голове, что по отношению к вам. Знаете, вот какая информация из поля идет, что мужчина здесь готов ударить по больному, как будто он знает ваши слабые места, вот, и вот те слабые места, которые, знаете, раньше вас как-то сближали немножко, он сейчас просто готовится нанести какой-то удар, знаете, сделать больно, например, вот, потому что здесь у человека в голове разрушение, да, смерть, потому что здесь эту историю нужно либо трансформировать каким-то образом, либо, соответственно, закрывать. Кстати, еще как-то может с детьми связано быть с болезнью при этом. Что еще в голове? В голове, конечно, мужчина очень сильно уязвлен, потому что он чувствует, что либо есть соперники, либо третий лиц совмешивается в ваши отношения, и он, понимаете, в этом всем далеко не победитель, и, конечно, его вся эта история подбешивает, что он не победитель. Ну, тут вот просто еще смотрите, какой момент. Может проигрываться, как вот мужчина, который берет советы, например, у родственников, а в этих советах вы проигрываете, знаете, не с лучшей стороны. Тут как-то вас могут не очень хорошо про вас говорить из серии, что он у вас там, допустим, последний шанс, например, или что вы его там как-то окрутили. Вот такая история может быть, и у мужчины, конечно, в голове закрадываются такие мысли. Но, опять же, если это новый знакомый, я сомневаюсь, что такая история может быть. Но здесь, если новый знакомый, такая история, что он сомневается именно в вашей искренности. сомневается в вашей искренности, но при этом хотел бы что-то может быть попробовать, потому что все-таки у нас король, король, простите, туз кубков, туз кубков говорит о начале чего-то нового, например, о каком-то путешествии, возможно, о нежных отношениях и чувственных отношениях, но как будто, знаете, чувственные отношения не получаются, не получаются, но есть шансы вообще. Вот как-то так, знаете, вот шанс на любовь, который переворачивается немножко. Вот здесь вот сейчас посмотрю, что у нас, какая мазь будет. Над чем работает? Работает над взаимопониманием, с чем связано это вообще? Отец, муж, брат, начальник, нос, сейчас, секунду. Замужем, что ли? Ожидая чего-то, то есть, либо предложение собрался делать, пока я, конечно, прям сильно не вижу карт семьи. Ну вот, император меня смущает очень сильно. А почему нет? Ну тут вот семья опять какая-то, видите? Прямо так интересно. Я сейчас покажу вам. Ну я надеюсь, что у меня все хорошо в кадр попадает. Вот он получается. Восьмерка Пентакли, ну в любом случае он работает. Над чем? Над прояснением отношений по девятке мечей, знаете, когда там, собственно, все закрыто и спрятано. Вот здесь вот, ну в этом плане, как бы девятка жезла, с одной стороны, нереализуемая, но опять же, какие-то намерения, да? Вот. И здесь вот у нас получается император, который намерения могут быть, действительно, стать мужем. Вот она, собственно, семья. Либо здесь такая еще история, может быть, знаете, если не стать мужем, когда ваша семья его, например, не принимает и не хочет принимать, например. Давайте я посмотрю, что в чувствах там. он что женатый и сказал вам, что разведется и, собственно, хочет на вас жениться. А тут какой-то обман, послушайте. Сейчас, секунду. Так, сейчас паззл сложу для вас. Тут просто, ну, мне фонит, что здесь идет какой-то обман и какое-то недоговаривание и утаивание информации. Кажется, меня смущает вот эти очень мощные карты, которые говорят, что что-то как-то связано с семьей, безусловно, связано с семьей. Я просто сейчас, ну, мне сложно, потому что я не могу понять, на кого вы просматриваете. Потому что здесь карта, знаете, вот некого публичного скандаливания, но она же как-то связана опять с семьей. И вот эта карта, которая означает тайные отношения, пусть и перевернуты, но они в любом случае тайные. Это, знаете, вот как будто тайные отношения, они явью становятся, это приводит к, знаете, к краху какой-то женщины, вполне вероятно, что это развод, что это может быть какая-то измена. А здесь мужчина, конечно, что-то обманывает и что-то недоговаривает. Это у него в чувствах, понимаете? В чувствах. Сейчас я посмотрю. Ещё и женщину винит. Прям плохо про нём говорит, там ругается. К вам что? К вам, вот знаете, трудно реализуемо, серьёзные отношения, потому что всадница земли переворачивается, а это всё про деньги. Ну легко, да? Как-то чёт лёгкости какой-то хочется. Безусловно, хочется какой-то лёгкости. Но вот чё меня смущает, я выложила там вот столько карт по второй позиции, что по отношению к вам, а я здесь чувств не вижу. Ещё раз, что по отношению к вам. А тут вот человек тоже чувства закрывает. Как будто он закрывает какую-то вот любовную историю, которая... Ну а эта история, знаете, она как, знаете, как по перевёрнутому иерофанды, то есть она не должна была произойти, как будто вот... Как это называется? Адюльтер, да? Чё-то ещё, короче, подождите. Посмотрели, скучает. Опять сериалы начинаются. Что за женщина опять вылезает в раскладе? Не могу понять. Ну нет. Слушайте, ну здесь точно какая-то... Либо здесь мать против, либо жена, потому что здесь в любом случае есть вот чётко прослеживаю двух женщин. Получается, что он закрывает вот эти вот... Ну он хотел лёгкости, потому что ему там что-то денег не хватает или, например, он не хочет их тратить. Вот тут вот он закрывает одни отношения, которые связаны с любовницей, понимаете? Вот. И ему как будто вот легко от этого и свободно. И вот он чувствует, знаете, такое некое освобождение. И что он в семью тогда, получается, возвращается? Так у него императрица перевёрнута. И вот оно, публичное скандаливание, связанное с любовницей. Это что же такое? Что у нас тут такое происходит? Ну что, проводим расследование, да? Кто из женщин и что эти? Сейчас эти вытащу какую-то кубковую мазь, да? И дальше будет понятно. Ну, значит, это... Нет, я не уверена, что это любовница. Ну, я имею в виду, что это женщина-жена, да? Потому что здесь у нас... Когда я говорю о том, что по отношению к женщине, у нас аркан сила. А сила вообще может означать всё, что угодно, да? Там и перетягивание одеяла на себя, и финансы, там, и ссоры, какие-то манипуляции. Нет, это не мать. Это не мать, потому что здесь идёт шантаж эмоционально-постельной близостью, поэтому, скорее всего, жена. Господи, я какой-то, мне кажется, Шерлок Холмс от эзотерики, да? Так, что по отношению к вам? Ну, хорошо, здесь достаточно неплохо, потому что вы надаёте ему силу, надежды выйти из вот этих всех зависимых отношений. Вот, но есть камень преткновения, который, скорее всего, есть. Его жена, да, женщина? Или муж ваш? Четырёхугольник я, что ли, тут нарыла? Рассказывайте мне, что происходит. Почему император привёрнутый? У вас тоже мужчина есть? Чью семью я сейчас увидела? Так, вот здесь вы, скорее всего, официальные отношения по верховному жрецу, а вас что тогда? Скучает ли? Сейчас я опять семейные альбомы начну раскапывать чужие. Ну да, вы незаконная женщина, но с вами как-то лучше. Как будто, значит, у него там радость жизни появляется ещё что-то. А у кого-то вообще проиграется, что у вас может быть ребёнок от этого человек? Или скорая беременность, или что-то такое. Я, честно говоря, боюсь давать такие прогнозы, потому что было такое, когда я в каком-то раскладе увидела, и мне девочка в комментариях написала, да, что так и проиграл, и всё. Поэтому лучше я помолчу, ладно, на эту тему. Но, возможно, как бы будьте осторожны в этом плане. Рушится семья со всех сторон. Опять семья перевёрнута. У кого она перевёрнута? У вас, у него, у обоих перевёрнуты. Какой сложный расклад, слушайте. Что там? Хорошо, окей, ладно, тянет к вам. Хорошо, классно, тянет дальше. Что ты будешь делать? Вот я тяню к женщине, что ты будешь дальше делать? Хочет, конечно, безусловно, хочет. Но что тебе мешает? Что тебе мешает? Ну, скучаешь, понятно, что мешает-то. Вот оно получается, что у нас идёт опять старший аркан перевёрнутый, да, препятствия, там, высшие силы едят попкорны, наблюдая за всей этой историей. Что ещё тебе мешает? Мешает то, что ты боишься потерять. Ты на двух стульях, что ли, боишься не усидеть, товарища? Что ты боишься это потерять? Там, там что ты боишься потерять? Жену, всё, смотреть даже ничего не будет. Провели мы с вами расследование, да, вот такая вот история. Хочу, не могу, но там жена, и поэтому я не буду ничего делать и буду закрывать эти отношения, потому что я там боюсь потерять семью. Или бывшую семью. Ну, в общем, какая-то такая история, что здесь две женщины. Одна в официальных отношениях и одна, соответственно, с какими-то обязательствами, да, по отношению к мужчине и мужчине, соответственно, у неё. И вторая женщина, я так подозреваю, что это вы, и просматриваете как раз на мужчину, который вам официально не принадлежит. Вот такая вот у нас была с вами очень интересная история. Так, расскажите, как проигрывается. Немножко отойду от вашей Санта-Барбары. Какой у нас интересный, да, король мечей на двух стульях усидеть хочет. Умный мужчина, ничего не могу сказать. Прям стратег, хитрый такой. Вот, но вероятно, у него не получается и там, и там быть, да, всем хорошим. И поэтому он будет, конечно, одни отношения закрывать. Для него это очень энергозатратно, да. Он что-то очень так боится, видимо, там потери, или у него там отношения для семьи что-то рушатся. Поэтому, конечно, он будет больше туда направлять свои эмоции, энергию, там что-то деньги и прочее, прочее. Вот, потому что, видимо, делает выбор сейчас на данный момент. Или сделал уже, да, в сторону семьи. Ну, вот такой вот у нас интересный персонаж по третьему варианту. Расскажите, как проигрывается. А я перехожу к четвёртому варианту. Ну что, герой-любовник. Четвёртый вариант. Герой-любовник, наверное, узнали, да, своего товарища, который у нас любит очень в знаке женского внимания, да, с которым постоянно нужно быть красивой, в тонусе, яркой женщиной, иначе просто он свинтит к женщине, которая поярче, да. Он всё пытается как-то прибиться и пристроиться. И любит исключительно за любовь к себе, да. Там, где его любят, там, собственно, он и как тот котёнок находится, да. Кошка же любит тех, кто её любит, кормит, гладит и создаёт ей комфортные условия. Вот это вот ваш персонаж. Человек, который любит красивую жизнь, женщин, да, и при этом очень часто, знаете, проигрывается, что вот и до 50 лет такие мужчины, они, знаете, активные ходоки по женщинам и постоянно влипают в различные любовные приключения, и магия на них липнет, и всё, что угодно, и женщины, и целый, в общем, человек превращает свою жизнь в драму, да, драма-квинн такой, драма-кинг. Так вот, мы сейчас посмотрим, что по отношению к вам, что в его голове сейчас происходит, собственно, да, и в чувствах. Ну, посмотрим, скучает, не скучает. Такие люди вообще редко скучают, знаете, но женщины бывают такие, что дадут стране угля, поэтому я ни в чём не сомневаюсь. Ну, что касается в голове, конечно же, но хочешь, чтобы было всё легко, понимаете, чтобы, как это сказать, чтобы всё было, и ничего мне за это не было, а не получается, вероятно, да, и, возможно, вы как-то ему говорите, что я не хочу лёгких отношений, что девочка, а его как бы это не устраивает, и вы, возможно, из-за этого, например, ругаетесь, да, ругаетесь, и у вас такие, знаете, внутренние конфликты. Ещё этот момент может быть связан с тем, что вы, опять же, либо женщина несвободная, либо женщина, которая любит внимание мужчин, а он-то привык, что он любит внимание женщин, да, а это же люди, знаете, такие с двойными стандартами, то есть он прекрасно понимает, что когда женщина оказывает ему знаки внимания, это прекрасно, хорошо, и он заслужил, но если к его женщине, соответственно, оказывать знаки внимания, то, соответственно, он там начинает просто разносить всё вокруг. Скорее всего, у вас именно такая ситуация. Но, опять же, я склоняюсь к тому, что, скорее всего, отношения у вас несвободные, потому что здесь вот в прямой позиции у нас карта тайных отношений, да, либо вы, соответственно, женщина замужем, и он хотел бы, чтобы у вас всё было легко, тайно и так, как он хочет. А тут вот какие-то конфликты. Сейчас попытаюсь посмотреть, с чем связаны конфликты. Хорошо, трудно ли реализуемые отношения? С деньгами что-то связано, что? Ну, не совсем, наверное, с деньгами, скорее всего, с какими-то иллюзиями, да? Так, пары церемичей, с чем связаны конфликты, почему? Ну, слушайте, ну, есть на между вами отношения какие-то, может, зарождается, может быть, ещё что-то. Отшельник переворачивается, ну, да, вытаскиваете, может быть, друг друга по трансформации, да, из каких-то негативных ситуаций. А давайте посмотрим, что сейчас, потому что это может в голове у него происходить всё. А сейчас, знаете, вот как будто всё было разрушено по вот этому сокрушённому букву, как будто вот вам дают шанс, но этот шанс нужно подождать и как-то выжидать. Шанс, который нужно подождать. И вот это вот в голове у него, знаете, вот у него какое-то замедление действия, и как будто, знаете, вот поезд нёсся там на всех парах, ему сорвали стоп-кран, и он на какой-то станции там остановился, а между станциями даже, понимаете, а дальше не едет. Ну, а ничего не едет-то, они едут, просто стоп-кран сорвали. Но это высшие силы, конечно, безусловно. Вас как-то ограждают от этой истории. Награждают, знаете, от поездки, от встречи, то есть вам просто говорят о том, что наблюдают за вами, да, и руководят. Ну, в этом плане не переживайте. Но мы сейчас посмотрим, почему. Потому что что там у тебя в сердце-то происходит по отношению к женщине? Разочарование, да, что-то там, что-то боишься потерять. Что потерял? Ну, вы смотрите, на самом деле здесь мужчина очень сильно боится потерять свободу свою. Так, а в чувствах-то, что у тебя? Он, знаете, он не хочет расставаться со свободой, со своим эгоцентризмом, с таким, вы знаете, образом жизни, в котором хорошо, а к вам-то что? И он готов на самом деле свои эмоции, да, по восьмерке чаш, там, по восьмерке кубков закрыть. Он готов закрыть, потому что он не готов расставаться со свободой, а вы, вероятно, считаете, что вы как-то наседаете на него. А он же кричит, что я свободен, я ничей, да, я ничей, я всем принадлежу, и я не могу сосредоточиться на одной женщине. И при этом не очень важно, чтобы женщины сами проявляли ко мне внимание, а то что, от вас, вероятно, нет в этой истории, не проявляйте к нему. Но я не могу сказать, что не проявляйте. Здесь просто трудно реализуемое отношение по этой силе. Но я считаю, что отношения невозможны. А скучаешь ли вообще? Есть у тебя что-то хоть человеческое по отношению к женщине? Ну, он, знаете как, он же чувства закрывает свои, да. Смотрите, как у нас очень интересно. У нас вот этот вот капризный юноша, да, хочу, не хочу, буду, не буду, да, вот, он-то себя видит каким? Видит вот этим вот королем огня, да. А по сути, ой, тут по сути вообще очень интересно. Вы же такая женщина тоже очень непростая, потому что, с одной стороны, можем сказать, что мужчина, знаете, мигрирует в разные состояния, да, из короля воды перевернутого в короля огня. Но тот же еще мужчина есть, который король воздуха. Муж объелся грушей. Что у вас тут происходит-то? Опять Санта-Барбара? Посмотрела, скучает ли. Сейчас я удивлю вас. Это муж? А это, соответственно, не муж. Вот мы сейчас посмотрим. Ну, либо там второй какой-то дополнительный. Я не знаю, сколько у вас мужчин, вы, я так понимаю, вообще фееричная женщина очень, да. Тут прям такие драмы. Муж, ну, безусловно. Как я люблю все-таки эту колоду, да. Говорю, что муж и вытаскиваю тут же королеву земли. Ну, либо мама. Ну, я думаю, что это вы в любом случае. А тут-то что, парню-то? О, и здесь вы считаете, что это ваш там пламенный близнец, там, что высшие силы вас наградили его прекрасным присутствием, да. А тут-то что? Ну, хорошо, здесь там близости и так далее. Это может быть там законный какой-то, а тут. Как интересно. Ну, над вами, знаете, высшие силы прям шутят. Шутят вообще, потому что... Сейчас сама себя запутаю. Ну, как правило, от мужа уходят, если что-то не устраивает. Ну, я так понимаю, что вас, например, вот по стиле романтическое, по сути, должна устраивать здесь. Или вы на второго любовника смотрите. Ну, в общем, ладно, разберемся. Вот. А здесь-то у нас получается мужчина, который вот как подарок высших сил, и, по сути, просматривается как король огня. Он-то вот этим ярким любовником-то не является для вас. Или вы для него являетесь. Потому что здесь вот эта страсть переворачивается. И самое интересное, что вас начинает вот с вот этим товарищем уводить состояние духовности. А хотя он герой-любовник. Как такое может быть? Тут как будто, знаете, вас лечат от каких-то зависимостей. Да, так самое интересное. А, я поняла, что происходит. Здесь у вас, если мы просматриваем семью, не идет материальной реализации, потому что ваша материальная реализация, вам нужно как бы, ну, она здесь как-то связана именно с проявлением вот этой своей женской сексуальности. Вот. А с вот этим мужчиной вы ее проявляете. И самое интересное, что вот вы, когда с ним общаетесь, у вас, ну, с деньгами все хорошо. Прикольно так слушать. А такое может быть, конечно, вполне. Там вы свой потенциал не раскрываете, а вам прямо говорят о том, что это вам надо. А тут получается, что вы раскрываете, а деньги-то куда тащите? Сюда, в семью или как? Ой, как интересно. Ну, боитесь, вероятно, что узнают, да, по вот этой позиции. Ну, это ваша история, безусловно, потому что я здесь, ну, как бы у мужчин дополнительно женщин не вижу. Если бы это все как бы, ну, проигрывалось, как его дополнительные там женщины и так далее, там, любовницы, нет. Это, скорее всего, ваша история, безусловно. Да, здесь боитесь публичного скандала, а тут вам хорошо и легко. Ну, что, скучает ваш товарищ? Ой, знаете как, не наигрались еще, ну, не вывод. Это действительно какая-то у вас очень интересная история здесь на стороне, но она больше же как игра, понимаете? Она больше там что-то, ну, не знаю, вылечится друг от друга, потешит самолюбие немножко свое, ну, тянет, конечно, безусловно, тянет. Ну, вот такое ощущение, знаете, что вы как-то позиционировали, ну, вот видели этого мужчину как героя-любовника, а потом как-то стали с ним общаться, у него опытом, и внутренний мир там нормальный, да, и как-то он вас вдохновляет, и, соответственно, там, как-то может быть красивее, здоровее, там, и в плане денег успешнее стали, и при этом, видимо, ваш официальный мужчина не понимает, что из-за того, что у вас на стороне какая-то красивая история разворачивается, вы тут и похорошели, и что-то у вас тут и в делах все получается, вот как-то так, как будто вы, знаете, смех и радость несете в дом, но именно у другого человека. Боитесь, наверное, всяких-всяких подслеживаний, да, но их-то нет сейчас, на данный момент. А вот какое-то скрытое соперничество за вас и за мужчин есть, да, безусловно, они разные абсолютно, они разные, вот этот вот, который мечевой король, он такой больше, знаете, наблюдатель, а вот этот вот, который у вас на стороне, товарищ, ну, он такой, знаете, больше, конечно, эмоциональный, придет ли он на помощь, да, в сложной ситуации, например, если вам надо будет. Тут нет, тут, скорее всего, вы об этого мужчину как раз учитесь быть самостоятельным, потому что он такой, знаете, огонь, огонь, скучаешь, скучает, но это же зависимое отношение, понимаете, это за отношение, которое не имеет конца, ну, благо, и вы, видимо, живете, знаете, в состоянии страха, что вас как-то узнают, или опозорят, или там, ну, какая-то такая история. Кстати, у кого-то может проигрываться, что это такой безумный просто четырехугольник, шестиугольник, потому что если вы, вот этого, ну, мечевой король проигрывается как мужчина, вполне вероятно, что он как-то тоже гуляет от вас. Вот, все, больше ничего не могу сказать, там очень интересный расклад. Никакие даже советы от высшей сил просить для вас не буду, потому что и так все, собственно, понятно. Понятно, что ничего не понятно, да? Слушайте, ну, расскажите, как проигрывается, что у нас тут четвертый вариант. Расскажите, как проигрывается. Очень мне интересно, что там у нас за персонаж, такой король жезлов, вот, который вокруг себя, шлейф женщин оставляет. И самое интересное, что вы, вероятно, тоже жезловая, потому что у вас шлейф мужчин еще. Четвертый вариант. Ну, это прям огонь какой-то. Это вы замутили какую-то сумасшедшую Санта-Барбару. С вами была я, ваша нейроведьма Светозара. Ставьте колокольчик, и вы подпишетесь на уведомления. Ну, и, собственно, если подписывайтесь на канал, мы можем общаться во вкладке сообщества, но и вы не пропустите уже следующие расклады.